Это наркотик. Три года рекламируется на национальном канале. Я знаю, что Влад Листьев, которого убили на четвёртый день после того, как был назначен генеральным директором ОРТ, а мы сотрудничали, Влад помогал в становлении нашей работы, он не допустил бы такой рекламы. Его убили в день, когда он вышел на экран телевизора, через три часа его убили с антинаркотическим призывом к стране. Говорю я вам об этом не для того, чтобы напугать вас, а может быть подчеркнуть, что ваша надежда – сила в ваших собственных руках. И вы можете справиться с этой проблемой. На что вы обращаете внимание? Сразу же, как только ребёнок начинает эксперименты с наркотиками, вы замечаете три изменения в его поведении и характере. Первое бросается в глаза – резкие колебания настроения. Вверх-вниз. Беспечная весёлость, энергичность. Придёт вечером после гуляния, мама, да, я тебе помогу. Бросается за тряпку, за мытьё посуды. Мечится по квартире, весёлый, довольный. На следующее утро вы видите, поддавленный, сидит, смотрит в одну точку, отрешённый. И эти колебания становятся в той или иной мере систематичными и никак не связаны с тем, что радовало ребёнка раньше и огорчало. Вы знаете характер своего ребёнка, вы знаете, из-за чего он может обрадоваться, из-за чего расстроиться. Это как бы мимо. Что-то другое влияет на его настроение. Волнообразные колебания. Очень быстро меняется сон. Ребёнок ночами может не спать. По-разному в разной семье. Начиная от компьютера, кончая картами, иногда даже читает книжки за поями. Ночью. Днём учителя чаще всего видят этих спящих на уроках детей. Не всегда придаёт этому правильное значение. Хотя учителя вынуждены были так же скрывать и бояться этого, как и все остальные люди. Так было выстроено. Значит, изменяется ритм сна. Ребёнок ночами не спит, днём сонлив. Особенно отчётливо вы это видите в субботу-воскресенье, когда он перед вашими глазами. И последнее меняется аппетит. Вы знаете предпочтение того, что любит ребёнок, сколько он может съесть, в чём он заинтересован. И вот представьте себе, ребёнок днём практически ничего не ел. Пошёл погулял. Час в восемь ушёл, вернулся в полдвенадцатого. А вашего возраста ребёнок может уже себе это позволить. Они и раньше себе это позволяют. С розовыми щеками. На самом деле, не обращайтесь, это не розовощёк ситуация, здоровье нагулял. Это красные такие вот треугольники у крыльев носа. Суженные зрачки и бешеный аппетит. Он может съесть половину кастрюли, большой кастрюли борща, закусив батоном хлеба. Этот кадр вы могли видеть в картине Савы Кулеша «Трагедия в стиле рок». Если вы не смотрели этот фильм, его легко взять на плёнке и посмотреть. Там наркоманы показаны такими, как они есть на самом деле. Я помогал Саве делать этот фильм. И там как раз мы специально вставили эти фрагменты, натуральные совершенно, когда главный герой руками разрывает куски мяса, заталкивает себе в рот, проходит бабушка по плечу, Алёша, что с тобой? Вот если бы бабушка знала, что это волчий голод, который возникает на выходе из гашишного опьянения, возможно, семья осталась бы живой.